Неосторожное обращение со взрывными веществами привело к смертельной трагедии. Взрыв на улице Ефима Геллера прогремел в ночь на 8 января и забрал две жизни. В доме были найдены боеприпасы и оружие. Дмитрий Богомолов побывал на месте инцидента. Взрыв на улице Ефима Геллера предположительно произошел по вине квартирантов, бывших бойцов добровольческого корпуса правого сектора. На месте инцидента удалось обнаружить высверленные гранаты F1 и РГД, из которых пытались извлечь тротил. Масштаб разрушений, по мнению экспертов, объясняется тем, что вначале взорвалась граната, а потом взрыв перекинулся на бытовой газ. В результате взрыва погибло два человека. Один из них был ветераном АТО и сапером отряда Закарпатья, а второй 70-летний хозяин дома. Усилиями спасателей, патрульных и соседей из обломков удалось извлечь 92-летнюю женщину, которую с многочисленными переломами, ушибами и отролением продуктами горения доставили в больницу. Там в результате сталася пожежа, в результате вибуху її було ліквідовано, локалізовано на той момент. І під завалами знайшли тіла двох загиблих людей. Один із них 67-річний лахтин в будинку, інший 33-річний у рожениць Одеси. Він там орендував приміщення, тобто проживав у цьому будинку. Також у результаті вибуху був розвалений цей будинок, він був повністю тронований. І там були знайдені предмети, схожі на зброю та боєприпаси. Зараз ці всі предмети направлені на судово-балістичну експертизу для встановлення конкретного, що це саме за предмети та в результаті чого стався вибух.